Как укрепить и поддержать сердце, особенно при вирусных инфекциях и прочих нагрузках? Витамин Е. Спасение жизни сердечников. Вы узнаете, в чем опасность и что же делать, если вы принимаете мочегонные препараты, статины, антикоагулянты. Какой анализ гораздо важнее анализа на холестерин? Самые важные тесты на вариабельность сердечного ритма и тест на восстановление пульса. Слушайте внимательно от и до. Информация будет наиважнейшая до самого конца видео. И помните, что если вы еще молоды и пока относительно здоровы, то эта информация и для вас, и возможно впоследствии она спасет и продлит вам жизнь. Итак, из витаминов самый важный для сердца витамин это витамин Е. Принимайте его только не в виде препаратов химического синтеза, а только биологического, натурального. Самый эффективный витамин Е в форме токотриенола. В зародышах пшеницы больше всего витамина Е. Очень важный натуральный препарат БАТ, если хотите, это сок проростков пшеницы. Но помните, что при окислении и нагреве продуктов, содержащих витамин Е и самого витамина Е, он, то есть витамин Е, разрушается. Мучное, как и сладкое, истощает запасы витамина Е в организме и в результате у человека будут проблемы с сердцем. Рано или поздно будут. Больше всего натурального витамина Е в гамме его модификации, то есть в самом полезном и усвояемом виде в органовом масле. Напоминаю, я об этом уже говорил в других своих лекциях, 800 раз больше, чем, скажем, в оливковом масле. Поэтому достаточно всего по одной чайной ложечке два раза в день. Можно принимать так или в салаты добавлять. А вот самое лучшее органовое масло, разумеется, из Марокко. Кроме как в Марокко органовые деревья нигде не растут. Это вот и это от профессора Хусейна, нашего хорошего старого знакомого. Купить, если захотите, неподдельное натуральное органовое масло можете у нас на сайте надгард.ру. Ссылка будет в описании под этим видео. Для сердца, конечно же, очень опасны стрессы, особенно постоянные. Если у вас боль в груди, тяжесть, недостаток кислорода, что сейчас особенно актуально, тем более у жителей городов. Жизненно необходим витамин Е, так как он, наряду с прочим, очень сильный антиоксидант. Он регулирует кровяное давление. Знаете, что при дефиците витамина Е растет артериальное давление. При дефиците витамина Е воспаляется внутренний слой коронарной артерии и других артерий. И если такие воспаления уже есть, то всегда в очаги повреждений стенок артерии устремляется холестерин, который очень важен, нужен, чтобы залатать повреждения в сосудах. Плюс кальций, плюс фиброзные ткани, все это позже образуют холестериновые бляшки. А начинается все с повреждения артерий. И одна из главных причин таких повреждений, и это дефицит витамина Е. Витамин Е также необходим против тромбообразования. Он разжижает кровь до состояния нормы реакции, то есть до того состояния, какое должно быть для нормальной жизни и функционирования организма. Витамин Е снижает риск инсульта, снижает риск возникновения мерцательной аритмии, то есть он поддерживает нормальный ритм сердца. Продукты, содержащие витамин Е, это семена различные, кедровый орех, фисташки, это и амарант, базилик, душица, оливки, шпинат, облепиха, многие масла, в первую очередь льняное и кунжутное. Ешьте как можно больше зелени, до 2 литров объема в день. Будет только одна польза. Что еще очень важно для сердца? Какие природные вещества и их соединения? Ну, конечно же, это коэнзим Q10. Сердечникам всем применять необходимо. Это, конечно же, магний, это, конечно же, калий. Впрочем, магний и калия очень много в зелени. Если вы будете есть данный объем зелени, о котором я уже говорил, то дополнительно применять магний и калий в принципе не нужно. Но под рукой иметь все же стоит магний в таблетках, чтобы принять его, то есть дополнительное количество, в случае каких-то осложнений или недомоганий в области сердца. Также надо выделить такое вещество, как пикногенол. Он относится к крупнейшему классу растительных полифенолов флавоноидам. Он содержится в нескольких эффективных натуральных природных препаратах, например, Т8-экстра или аналогов, например, Кедрель. Прочтите потом описание по ссылке под видео. Этот препарат улучшает в том числе кровообращение и проводимость в миокарде. Или препарат Витофлорель-К, прочтите непременно описание. Очень важен препарат Дегидрокварцетин, мощный биофлавоноид. Ну и, конечно же, Синтезит-Актив, тем более, если у вас дефицит железа, ферритина, гемоглобина. Есть уникальный препарат Прокардиол, специально разработанный компанией Дуалайф, только из натуральных трав для лечения сердца, для укрепления сердечной мышцы. Прочтите, рекомендую, описание, под этим видео будет ссылка. Есть набор, который включает в себя грибные препараты, рейши, кардицепс, шитаки и другие важные компоненты. Это, конечно, идеальный вариант. Внимание, также на нашем сайте есть набор для очищения сосудов и улучшения памяти. Что еще очень важно знать о сосудах и о сердце, чтобы они были здоровыми, а также для профилактики инсультов и инфарктов и для нормального восстановления после перенесенных инфарктов. Первое. Если у вас есть артериальная гипертензия, то, что люди в основном называют гипертонией, то есть повышенное артериальное давление, и вы принимаете при этом мочегонные препараты, то знайте, что побочный эффект от мочегонных препаратов – это усиление инсулинорезистентности, что повышает, в свою очередь, уровень инсулина в крови и усиливает, усугубляет проблемы с артериями. Про артериальное давление и как его снизить я дам ссылки вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Но дополнительно скажу сейчас вот что. Если у вас есть повышенное артериальное давление, то есть заболевание, которое называется артериальная гипертензия, и уже давно, то обязательно принимайте 30-40 тысяч внимания, не 10 тысяч, а 30-40 тысяч МЕ, то есть международных единиц витамина Д3 в день. Видео про витамин Д3 у меня есть на моем канале. И обязательно увеличьте потребление калия до общего количества нормы 4,5-5 тысяч миллиграмм в сутки. Имеется в виду калия, получаемого из всей пищи, съедаемой в эти сутки. Но это, конечно же, зелень, как я уже говорил. Эти меры помогут вам избавиться от артериальной гипертензии, если, конечно, вы учтете основные мои советы в видео про артериальную гипертензию. Непременно их потом посмотрите, для кого это актуально. Второе. Если вы начинаете принимать статины, часто прописываемые врачами лекарства от повышенного холестерина, то вы повышаете риск отложения кальция в артериях. Знайте, что это побочный эффект принятия статинов. Статины, кстати, также подавляют тестостерон и снижают уровень кофермента Q10. А он жизненно необходим сердцу. Всем сердечникам его применять обязательно. В итоге скажу, что снизить холестерин вам поможет здоровое кетопитание с интервальным типом питания, то есть так называемым интервальным голоданием. Посмотрите эти мои видео непременно. Ссылки будут в описании, как всегда. Третье. Если вы принимаете антикоагулянты для разжижения крови, тот же, к примеру, известный всем варфарин, то знайте, что он и аналоги блокируют работу группы витаминов K. Итак, побочный эффект от принятия антикоагулянтов – это отложение кальция. И не только в артериях, но и по всему организму. И именно потому, что он блокирует обмен витаминов K1 и K2 во всем организме, а не только в артериях. В итоге возможны и закупорка артерий от отложения кальция и холестерина в сосудах. Витамин K2, а видео о нем у меня было и дано будет по ссылке под видео этим. Так вот, витамин K2 не пускает кальций для его отложения в артерии и мягкие ткани, а направляет его в костную ткань. Витамин D3 только лишь участвует в этом, а главная роль принадлежит именно витамину K2. Потому я обязательно рекомендую его тем, у кого повышен кальций. Или есть проблемы с костной тканью, есть рахит, или есть проблемы с кровеносными сосудами в плане кальциевых отложений. Поговорите со своим лечащим врачом, поясните эту проблему, напомните ему то, что он и так должен знать. И обсудите тогда другие лекарства вместо варфарина. Четвертое. Да, самое страшное. Это образование бляшек в артериях. Комбинации кальция и холестерина. Самый большой фактор смерти в результате сердечного приступа это отложение большого количества кальция в холестериновых бляшках. Или отложение самих кальциевых бляшек. Есть и такие. Особенно в коронарной артерии. Именно поэтому, дорогие товарищи, не анализ на холестерин самый важный, а его тоже, конечно, надо делать, а гораздо важнее анализ коронарного кальция. Он даст вам полную картину, что у вас происходит с артериями. В идеале результат анализа должен быть 0. А у кого он 500, 600, а бывает и 1000. Так вот, если это так, то у вас точно есть кальциевые бляшки. Что же тогда делать? Прием витамина К2. Он удалит кальций из артерий. Но принимать надо только тип МК7. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики, ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Но принимать надо только тип МК-7 на упаковках, смотрите. От 200 до 300 микрограмм каждый день. Это жизненно важно. Но дополнительная мера это яблочный уксус до еды. Как, сколько принимать и зачем, в моем видео про яблочный уксус посмотрите. Кстати, К2 еще и усиливает усвоение витамина Д3. Они идут в связке. Их даже выпускают некоторые производители вместе, и это хорошо. Еще один тест для всех, а не только для сердечников. Это вариабельность сердечного ритма. Он показывает, каков у вас шанс умереть от сердечного приступа. Как улучшить вариабельность сердечного ритма. Вы должны знать, что при каждом ударе сердце сокращается и расслабляется. Это все мы учили еще в школе. Дело в том, что интервалы между сокращениями сердца должны быть разные. Вот это в школе не проходили. То есть, вариабельность должна быть высокой. Многие думают, что промежутки времени между ударами должны быть равные. То есть, до десятой секунды одинаковыми. Но это не так. Они должны быть именно разные по времени. И чем выше вариабельность, тем лучше способность сердца к адаптации. А при одинаковом ритме сердце не способно нормально и быстро восстанавливаться. Внимание, не путайте то, что я сейчас сказал, с болезненными состояниями, то есть разными видами аритмий. Аритмий, конечно же, не должно быть. Помните, что симпатическая и парасимпатическая системы должны находиться во взаимном балансе. И потому важно, особенно людям с низкой вариабельностью сердечного ритма, подобрать упражнения и физическую работу так, чтобы верно соотнести все параметры, пульсы, прочее. И подобрать личную нагрузку. И тут нужен специалист. Ну, или тогда занимайтесь по наитию сами, но имея знания. А мои лекции как раз их и дают. Знания для понимания, на что обратить внимание. Какие витамины надо принимать. И как скорректировать свое питание и физическую активность. Которая, конечно же, жизненно необходима всем людям в любом возрасте. Всем тем, кто хочет жить дольше и быть здоровее. Знаете также еще то, что нельзя делать длительные физические упражнения на износ. Например, долго бежать, крутить интенсивно велосипед. Давать длительную нагрузку без перерывов нельзя. Особенно тем, у кого низкая вариабельность сердечного ритма. Делайте интенсивные упражнения 1-2 минуты, а потом 3-4 минуты отдыхайте. За это время должно произойти восстановление. Очень важное значение в восстановлении работы сердца играют митохондрии. Посмотрите вот это мое видео непременно. Ну, а говоря о консультации, часто люди спрашивают, если она вам, конечно же, нужна. Ссылка всегда под этим видео. В самом низу всех ссылок написано слово сочетание индивидуальной консультации. Нажмете ссылочку, попадете на страничку, прочтете, устраивает, пишите. И вот еще что. У большинства людей ослаблена именно парасимпатическая система. И сильно развита симпатическая. Добавим к этому стрессы. У кого-то курева, алкоголь, вредную еду, некачественную воду, кофе, иные закисляющие напитки, загрязненный воздух и многие другие вредные факторы. Да еще и при слабой системе восстановления сердца, вот вам и более ранние инфаркты со смертельным исходом. Важен еще также тест на восстановление пульса. Провести его вы сможете сами. Тест на восстановление пульса это один из важнейших показателей вариабельности сердечного ритма. После одной минуты тех или иных упражнений, а лучше провести и зафиксировать разные, с дальнейшими повторами и дальнейшими замерами. Просто замерьте, за какое время у вас пульс придет к показателям, которые для вас являются нормальными в спокойном состоянии. Восстановление после активной физической работы, после этих упражнений, и сегодня, и завтра, и через год, и 10 лет, должны быть вот именно за этот промежуток времени. А если промежуток времени увеличивается, значит непременно пройдите тест на вариабельность сердечного ритма и обследуйте сердце и сердечно-сосудистую систему серьезным образом. Ну и напоследок скажу, дам вам рекомендацию обязательно посмотреть вот эти мои видео про сердечно-сосудистую систему, то есть про кровеносную и кровотворную системы организма, про все болезни и причинно-следственные связи между ними, между разными факторами и теми или иными заболеваниями, собственно, на что обращать внимание, как лечить и какая профилактика должна быть. Еще раз напоминаю, все видео, о которых я говорил, которые я рекомендовал, будут в виде ссылок под этим видео, который вы сейчас смотрите. Нажмете слово еще под видео в ютубе и откроются эти ссылки. Откроются также ссылки на товары, те или иные, о которых я говорил. Перейдите по ним на сайт наш надгар.ру, прочтите информацию, ну и, соответственно, сделайте для себя свой личный выбор. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.